В Ачинске очень много спортивных объектов. Ачинск кажется просто очень спортивным городом, но общаясь со спортсменами, у них много вопросов и нареканий к руководителю отдела спорта. Вот в этом направлении, ваше видение, в вашей точке напряжения, какие имеют место быть? Ачинск действительно спортивный город и об этом говорят результаты. У нас много выдающихся имен, которые достигают лидерства и на олимпийских, на мировых, на европейских уровнях. Мы ежегодно достигаем высоких целей во всех направлениях, во всех видах спорта. А это результат. Это не план, это результат. А результат чего? Это результат работы тренеров, о том, что у нас грамотные, и я лично со всеми знаком, у нас грамотные тренера, очень высококвалифицированные. Они настолько патриоты в душе своей, внутри. Я благодарен, я с каждым встречаюсь, они рады видеть меня во всех направлениях. Еще раз говорю, во всех для меня там нету какого-то там своего любимого вида спорта, потому что я вижу, что чем больше мы будем уделять этому внимания, тем больше мы будем уверены в безопасности и в процветании нашего города. Чем больше у нас ребятишек, молодежи, людей, пенсионеров будут задействованы, тем будет все-таки полезнее для города. А оценивать руководителя на сегодняшний день. Есть к нему ряд претензий, есть ряд у него положительных качеств. Сегодня результат, тот, который мы достигаем, он говорит о том, что у нас все-таки структура работает и правильно работает. И последнее наше достижение, это вот буквально там 2-3 недели назад на уровне Красноярского края, тренера, руководители, директора школ, вот эта вот вся система спорта, она показала о том, что они лучшие на третьем месте в Красноярском крае по развитию спорта. Ну это результат же, да? А результат чей? Не одного какого-то там человека, а вот результат вот этого вот команды, который дает себе звание новых спортсменов и лидеров в спорте. Поэтому пока он, я считаю, структурой работы. Спортивную тему будете все держать на контроле? Обязательно. Это одно из направлений. И с Павлом Александровичем у нас очень хорошее взаимоотношение. И первоначально он даже приехал сюда. Мы обсудили еще весной. Наше дальнейшее развитие, мы с ним обсудили, что существующий дворец, ледовый дворец, он ограничен в своих возможностях. И нам необходим новый, мощный ледовый дворец. А из существующего звездного потом сделать реконструкцию, сделать физкультурно-оздоровительный комплекс. Потому что мы настолько увлечены спортом, что нам не хватает площадок. У нас все спортивные учреждения работают с 8 утра и до 22. Настолько там оборот как бы всего у нас происходит. Мы забираем уже локомотив и в этот бассейн у РЖД ведем переговоры. Опять же нам не хватает. Ну и с Павлом Александровичем мы обсудили как бы возможность строительства ледового дворца, чтобы потом приступить к реконструкции звездного под ФОК. Он проговорил это все с губернатором. Сейчас мы в стадии подбора проектного решения. То есть сегодня у нас есть все проектные решения, которые миллиардные затраты и это капстроительство. Все-таки надо уйти по пути облегченных конструкций, там сэндвич-панелей, что-то эстетичное такое, более к европейским стилям, ну красиво. И вот эта работа нами проводится еще для того, чтобы в дальнейшем приступить к ее реализации. Ну все-таки дворец спорта для хоккея, это примерно сроки его появления, возможные. Ну вот сегодня мы пытаемся подобрать проект. Значит мы в следующем году еще не готовы вступить в стадию проектирования. Если мы в следующем не готовы вступить в стадию проектирования, не понимаем стоимости вопроса, значит это 23-25 года. Ну до конца своего срока построите. До конца своего первого срока, ну вы. Я надеюсь да, надеюсь да, но в первую очередь мы сейчас планируем в ближайшее, в 2022 году уйти в проектирование лыжи роллерной трассы с развитием коммунальной инфраструктуры в районе озера Мясокомбинат. То есть не просто там построить биатлоновый какой-то там комплекс, а построить там раздевалки, площадку, зону отдыха в летний период, срезать половину этой горы, чтобы там расширить. Мы же… Это глобальный проект. Это глобальный проект. Ну глобальный я считаю. Ну у нас люди там отдыхают летом, да? Почему? Если они сами туда пришли, значит надо людям помочь, надо к ним прийти и сделать им просто хорошо. Зимой… Да я там с ребятишками зимой постоянно на этой плюшке в город, ну и все там на санках как бы здесь мы там все-все катаемся. То есть это место притяжения, которое не надо думать ничего, приди к людям и создай им, помоги. Вот это первый проект, мы его на следующий год совместно с компанией «Русал» будем реализовывать. Компания будет разрабатывать проект, появится сметная стоимость и совместно со финансированием правительства и социальным партнерам приступим к реализации в 2023 году. Такие планы вот в первую очередь. Ну и про образование давайте тоже поговорим. Если с подготовкой школ тоже более-менее все понятно и вы лично держите на контроле, и как раз замкурирующие образовательные вопросы в вашей команде это очень опытный зам, который знает всю инфраструктуру. Тут как-то и у нас опасений и у родителей никаких по поводу школ нет. Опасение одно – кванториум, о котором уже говорят второй год, мы уже переживаем второй сентябрь, когда его должны были сдать и мы реально понимаем, что его не сдадут. Все-таки насколько этот проект для города важен и когда он будет запущен? Татьяна Анатольевна действительно надежный заместитель. Она полностью закрывает спину. Тут даже можно как бы не переживать. Очень грамотный руководитель. И как вы уже сказали, все школы мы комплексной комиссии переняли к учебному процессу 18 числа. И они все у нас допущены, замечаний нет. По кванториуму учебный процесс дополнительный, он точно так же начнется 1 сентября. Тут рисков никаких нет, но там где он сегодня происходит. По новому зданию в первой декаде сентября кванториум начнет уже переезжать. Это уже однозначно. То есть для начала установки оборудования и проведения там первых каких-то процессов, подключений, что они там сначала начнут, это будет в первой декаде сентября. Это уже дано задание и руководителю кванториума, и Татьяна Анатольевна четко это понимает. И у нас рисков ни у кого нету о том, что где-то в десятых числах мы начнем переезд существующего, там с пятого микрорайона в новый здание. А для полной образовательной деятельности необходимо будет проведение, параллельное получение лицензии. Мы же переезжаем в новое здание, да, там новые требования освещения, там воздухообмен. Ну все, мы, если технари, они понимают о чем речь. Вот эта параллельная работа будет вестись. И мы будем переезжать, и какое-то время нам надо будет на получение разрешения со всем органом. Сколько на это надо будет? Месяц, я не знаю, за месяц мы сделаем, за полтора. Но то, что мы в первой декаде начнем переезжать, это да, приходите в гости, я с удовольствием покажу. Все, прям ловим вас на слове, воспользуемся вашим приглашением, обязательно будем. Приходим. Но еще раз это не будет открытие, да, потому что, ну все понимают, кто понимает то, что необходимо времени для получения лицензии. Это там сдача МЧС, пожарникам и все на свете, все подписаны. И только потом ребятишек уже доступят, допустят к образованию здесь, в этом новом помещении. Очень важный, я думаю, что вопрос для многих жителей города, да и вообще для развития города Ачинска, это молодежь. Сегодня молодежь из Ачинска вынуждена уезжать на обучение в другие города. Высшие учебные заведения за последние годы закрылись в городе. И, по-моему, аграрка доживает тоже последние, наверное, годы, уже тоже сократив и объем обучающихся, и профессии не самые ликвидные, на которые хотелось бы молодежи учиться. Все-таки, что с высшим образованием, как остановить молодежь, как ее задержать в городе? А когда у нас с вами было много учебных образований, высших учебных образований, у нас не было такого оттока молодежи? Все равно было СФУ в городе. Было, было. У нас было СФУ, там были и космические, и экономические, да каких только не было, там Московки, отток молодежи все равно был. Сейчас молодежи шансы не оставили. В этом смысл. Да, ну, нет у нас с вами высшего образования, у нас много профильных образований, мы много можем дать потенциала в развитии ребятишек. Не в этом суть. Важно, чтобы у молодежи было желание приехать, вернуться к себе на родину, к себе домой. А для этого что надо? Город, вот еще раз, город должен быть привлекательным, то есть молодая семья готова сюда приехать, потому что он там Б красивый, А красивый, Б чистый, потому что в нем уютно и немаловажно. В нем есть где работать, он социально защищает молодежь и он поддерживает развитие хотя бы на первоначальном этапе. Если это ребятишки будут понимать, что нет смысла ехать куда-то в большой город, потому что, ну, не для всех же большой город это вот нечто такое интересное, вот этот вот хаос как бы постоянный. У нас ряд встреч на краевом уровне в разных учреждениях обучающихся дал результат, что я подписываю документы с удовольствием молодым семьям, которые закончили высшее образование, приезжают в Ачинск, устраиваются медицинские учреждения, получают определенные дотации, получают первоначальный обеспеченность, допустим, в полтора миллиона, которые у нас сейчас медики назад возвращаются, получают достойную заработную плату и становится работать на уникальное, я вот скажу, в перентальном центре уникальное оборудование, которое там до Урала, там, наверное, ну, с нашей стороны, как бы с Восточной, редко где есть. Не в этом дело, как бы надо обеспечить им жизнь, защиту молодежи, и они сами сюда приедут. Вот это вот важно, я считаю, обеспечить, в первую очередь, для того, чтобы молодежь здесь получила первое образование, кто захотел, получил техническое какое-то направление образования, да, потенциал, который необходимо получил высшее образование, у нас же достаточно с вами предприятий, нефтянка, металлургия, строительство, строительные компании, да, зерноперерабатывающие предприятия, дай бог сейчас вот когда-то там в ближайшее время все-таки решится вопрос о реконструкции мелькомбината, это огромный потенциал, сырное производство, мясо, ну, то есть перерабатывающих заводов-то у нас ежегодно производство товаров и услуг на почти 39,5 миллиарда, да, то есть мы перерабатываем практически все, и надо заинтересовать, просто надо заинтересовать, чтобы ребятишки получили высшее образование и приехали сюда себя реализовывать, тем самым мы решим основной вопрос, это наше с вами демографическое состояние, да, и у нас прирост, привлекательность и, скорее всего, и миграционные какие-то процессы, которые нам позволят сохранить баланс.